Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Всех вас поздравляю с наступившим новолетием, с 2017 годом и с наступившим Рождеством Христовым. Сейчас, напомню для всех вас, у нас идут святки, которые продлятся до 18 января. Это особые дни, когда нет поста в среду и пятницу, когда люди ходят друг к другу в гости, поздравляют с Рождеством Христовым. Была и древняя традиция, когда ходили группами, пели калятки, перемещаясь от дома к дому, прославляли Христа. И вот сегодня в нашей студии мне бы хотелось поговорить о такой простой, как кажутся вещи, радости, которой очень часто не хватает современным нашим людям, людям, которые живут с нами. Ну, и при том приходится констатировать, что не хватает этого состояния радости и православным христианам. Поговорим сегодня о радости с нашим гостем, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вот удивительная вещь. У нас в Евангелии, в Священном Писании Нового Завета, если верить, я, честно говоря, не проверял, не подсчитывал, но говорят, что слово «радуйся» встречается 365 раз. То есть на каждый день года по разу себе надо каждый день напоминать о том, что нам надлежит радоваться. Мы знаем прекрасно слова апостола Павла. «Радуйтесь, непрестанно молитесь, радуйтесь, никогда не унывайте». Постоянный призыв к радости. У древних греков даже была форма приветствия, да, когда встречали друг друга на улице или писали письма, начинали со слова «хайра», «радуйся». Одним из самых популярных и одним из самых любимых чтений современного православного христианина является Акафист, в котором постоянным литмотивом звучит это слово «радуйся», «радуйся», «радуйся». Но при этом мы с вами, как священники, иногда наблюдаем, что это, казалось бы, радостное чтение часто читается с откровенно унылым лицом. И вообще как будто что-то ушло из фокуса внимания, в том числе православных христиан, потому что о православии сейчас судят как о чем-то скорбном, унылом. Давайте поговорим о радости, ну и, в общем-то, что для вас радость и в чем она должна заключаться? — Глубокая очень тема. И первое, наверное, что хотелось бы сказать, это то, что для православных христиан символом любви стал крест Христов. И в чем-то, наверное, вот эти две темы, два литмотива христианства, они, конечно, вносят некую путаницу, потому что, несмотря на то, что очень много, на самом деле, в Новом Завесе призыва радоваться, тема креста и тема скорби, она как-то больше преобладает. И для человека, воцерковляющегося или недавно воцерковленного, или даже уже давно, это как-то ближе. Вот даже если посмотреть на наше бытовое отношение к этому вопросу, то, например, в последнее время особенно часто мне доводилось сталкиваться с отпеванием усопших православных христиан. И вот этот вопрос возник у людей. Почему с третьего по девятый день душа обозревает рай, а с девятого по сороковой адские обители? Да, мы напомним для наших телезрителей, что есть такая традиция упоминать на девятый, на сороковой день, отпевают на третий. Ну и как бы вот эти вехи, да, для нас вехи, они как-то вот в сознании народа, в сознании верующих христиан сложились вот в такие очень неравнозначные отрезки. Получается, шесть дней для рая душа отводится и 31 день для ада. То есть я как-то в шутку говорю людям, ну вариант, что в аду интереснее, он как бы отпадает. Потому что если предположить, что 31 день, потому что так там всего много, посмотреть, что можно по сравнению с райом, вот это, конечно, такой шутливый вариант. Но получается, что это некое какое-то глубинное понимание вот скорби, да, что в принципе жизнь русского человека, она больше скорби была наполнена, чем радостью. И вот это вот мироощущение, мироосприятие, оно, как мне кажется, отразилось вот в этой пропорции неравнозначной, что человек воспринимает, что вот для рая шесть дней, может, по недостоинству, да, по смирению какому-то, а вот для ада души там перед каким-то частным судом целых 30 с лишним дней. И в чем-то это вот, мне кажется, особенность в том числе и русского народа, да. Не случайно, ведь психологи говорят, что самооценка вот у русского человека, она сильно занижена по умолчанию. Вот что-то, наверное, и в этом отзывается, что тема радости, тема Царства Божия, она, в принципе, для меня синонимична, понятие. Потому что человек вне Царства Божия, вне Христа, вообще ему трудно радоваться, потому что на самом деле жизнь наполнена скорбями, жизнь наполнена в чем-то неприятностями, трудностями, тревогами. И только вот на пути ко Христу, на пути покаянным, человеку возможно как-то открыть наполнение, содержание глубинной жизни, как радость, а не просто как череда каких-то испытаний, наказаний Божьих и так далее. Вот у отца Александра Шмемана есть очень интересное рассуждение на эту тему. Он как раз говорил о том, что даже говорят о неком богословии и радости отца Александра Шмемана. Он очень таким был непримиримым борцом против уныния христиан. Категорически не понимал, по какой причине христиане унывают. И он говорил о таких вещах, что, например, такие добродетели, как милосердие, милостыние, как у апостола Павла в одном из посланий, по-моему, к фессалоникийцам, говорится о том, что «молодушных утешайте, бесчинных вразумляйте». Вот это все возможно только в контексте радости. Потому что если радости нет, ты никогда не сможешь «молодушного» утешить, бесчинного вразумить так, чтобы это не перешло в агрессию, в злобу, в конфликт. И в общем и целом, конечно, отец Александр в данной ситуации делает павловский такой акцент на радости. Ну и, естественно, тогда встает вопрос, во-первых, чему должен радоваться христианин, а во-вторых, как должен радоваться христианин. Потому что, ну, не будем говорить о том, как правильно радоваться, потому что вопрос какой-то, наверное, немножечко корявый. Вот. А вот, ну как должно радоваться? Вот сейчас святки идут. Например, я знаю, некоторые христиане за время поста рождественского полностью отказывались от телевизора, от просмотра телевизора. И сейчас вот на святках они праздно... Конпенсируют. Да, валяются на диване и, наконец, в полное свое удовольствие щелкают каналами, включают различного рода увеселительные передачи. Вот как радоваться? Чему радоваться в первую очередь? Наверное, это главный вопрос. И как радоваться? Но для начала о святках, в Рождество. Чему радуются христианин? Трудный вопрос вы передо мной поставили. Я думаю, что само вот это состояние радости во Христе, оно, конечно, не равнозначно тому, что мы вкладываем. Так же, как и понятие любовь. Потому что в современном мире во многом они обесценивали, обесценились эти понятия. Потому что для меня, как для батюшки, как для христианина, все-таки это неотъемлемо и от состояния тревожности в чем-то, и от состояния в чем-то преодоления, тяготы какой-то. Потому что мы все страстные люди, и мы постоянно, по сути, в борьбе с грехом-то находим состояние отказа от чего-то. Поэтому, если, скажем, радость для человека просто, если он находился в состоянии отказа от чего-то, а теперь его прорвало, и это все его наполнило, то, наверное, что-то главное в этом упускается. Как раз сама радость, по сути. Потому что в чем-то и преодоление тоже радость. Что ты понимаешь, что ты на это способен, с Божьей помощью что-то лишнее над собой усилия сделать. И для меня радость — это то, что приходит, а не то, что само по себе внутри. То есть не Бог внутри меня, как вот упокоительная такая формула, и тогда и радость получается. Она где-то там... Я просто должен закрыть глаза, как вот эти какие-то псевдопсихологические тренинги и практики, когда просто надо потоки Вселенной направить в свою жизнь, и тогда ты наполнишься радостью, светом и миллионами долларов в твоей жизни наполниться. Просто ты должен об этом думать постоянно, да, и открыть себя там Вселенной некой. Нет, радость — это то, что приходит на место, которое ты освобождаешь, наверное. Вот аскетика в чем-то — это уборка хлама внутреннего. Вот мне нравится фраза «Поисия святогорца», когда он ходил, мусор подбирал, говорит, вот исповедую свой огород. То есть вот в чем-то исповедь — это уборка мусора из своей души. То, что туда залетело, кто-то закинул или ты сам насорил. И радость-то как раз приходит вот на это место освобождающейся. А тут, получается, я весь пост убирал этот хлам, а потом его аккуратно сложил в мешок, и этот мешок опять забросил. То есть вот тогда это место не заполнится чем-то настоящим. Ну, может быть, я тогда уточню свой вопрос к вопросу о том, чему радоваться должен. В какой момент вот рождественского богослужения вас посещает радость? Ну, потому что, я так понимаю, главным образом-то мы все идем не столько к самому событию Рождества, сколько мы идем к рождественской литургии. На ней во время богослужения поются такие песнопения, которые определенным образом формируют эту радость. Она приходит, ты вот чувствуешь, что вот она пришла. Да, литургия — это апогей, это кульминация вообще всего. И в этом плане даже, ну, трудно чем-то отличить, скажем, рождественскую литургию от какой-либо другой. Вот. Все-таки, конечно, может быть, труд приложенный на пути к ней. Это тоже какой-то дает эффект для... Вот. Ну, для меня вот в этом году необычные, на самом деле, ощущения, потому что я в полном каком-то объеме, наверное, осознал эту радость, которая есть, когда мы пошли калядовать. Вот. С приходом, с вифлеемской звездой в руках, потому что это было... Ну, давайте скажем, что мы с вами с одного прихода... Да, наконец-то, откроем эту тайну. Да, и что мы вдвоем и с народом ходили калядовать. У нас был такой веселый калядовочный трамвай. Мы сели в трамвай, поздравляли всех входящих в трамвай, а потом доехали до площади Куйбышева, и рядом с елкой поздравили всех тех, кто гулял и праздновал и Новый год, и Рождество. И это было как-то ощутимо, потому что, во-первых, достаточно много нас набралось, по-моему, человек 20 было даже с детьми. И вот ощущалось, что не только это в тебе, но это и наружи. Что люди, которые в чем-то были сопричастны с тобой в этом празднике, они эту радость ощущали и тоже ей как-то заряжались. Для меня вот было очень показательно, когда люди на площади Куйбышева подходили, брали тексты песнопения и вместе с нами эти калядки пели. Вот. Поэтому... Ну, все равно это все-таки какое-то явление резонанса все-таки, наверное, было. Потому что были и лица, которые не понимали, что происходит. Вот. Были лица, которые не понимали, но при этом махали нам руками. Все-таки вот к радости надо пробиваться, чтобы ее вполне как-то ощущать. Потому что, повторюсь, в своей массе наши соотечественники, они лишены этой радости. Они пребывают больше в унынии. И даже среди христиан, к сожалению, это тоже. И даже в праздничные дни. Да. Нет ощущения праздника. И в этом плане я всегда очень остро переживаю, вот когда вспоминаю, как наши предки. И даже вот в 20 веке очень много... В некоторых семьях сохранились традиции, когда за праздничным столом, большим хором люди на голоса исполняли какие-то песнопения, народные песни или даже вот церковные какие-то песнопения. Или традиция танца русского. Она тоже очень глубинная. Это не только хоровод. Это и плясовые, это под гармонию, это хождение тоже по деревне. В чем-то перекликающиеся с каледовочными представлениями. Этого всего в городской культуре сейчас нет. И поэтому, может быть, такие взгляды были на наш каледовочный поход, вот, что люди недоумевали. И мне кажется, очень важно, чтобы именно в церкви вот эта традиция возрождалась. Потому что я считаю, что только в церкви вообще эта радость и сохранилась в нашем народе сейчас. Во многом для меня телевизионная культура, она показывает попытку компенсировать недостаток радости. Различные комедийные шоу, различные комедийные программы, ток-шоу. Потому что этот вакуум, он очень огромен. Но мы как-то с вами говорили, и я просто для наших телезрителей, которые не были свидетелями этого разговора в нашем храме, Мы говорили о том, что на самом деле, вот, подобного рода передачи, когда, ну, назовем это несколько сленговым словом, угар. Такой хохота, угар гомерического какого-то смеха, причем смеха часто действительно без причины. То есть такое ощущение, что человеку достаточно на сцену выйти, там, не знаю, просто показать, не знаю, какую-то смешную рожу или палец, и люди будут хохотать, шутки ниже пояса, шутки на грани фола, шутки глупые, на коленке буквально написанное чувствуется это просто за пять минут до выхода на сцену. Это все какая-то оборотная сторона уныния. Вот мы об этом тоже говорили, что когда ты так насмеешься, нахохочешься, или, как лучше, наверное, так приниженно сказать, наржешься, как конь, рождается ощущение внутренней пустоты. Вот, то есть вот когда насмеялись, а потом ты вдруг вынужден остаться наедине с самим собой, ну, там, идешь домой или выключил телевизор, вот. Есть ощущение, что это и бесцельно потраченное время, а еще какое-то вот ощущение, что ты, ну, опустошен, то есть вот какая-то выхолощенность внутренняя. Вот совершенно другое состояние мы с вами пережили в это воскресенье. Ну, а если говорить про меня, мне вот камертоном рождественской радости, для меня таким камертоном является песнопение «С нами Бог, разумеете, языцы» на Великом Повечерии, когда открываются врата, и хор торжественно при полном собрании церкви, полном собрании храма пропевает вот это вот «С нами Бог». И каждый раз на рождественском богослужении вот есть вот это ощущение того, что вот то, о чем вы сказали, радость входит именно, самим Богом входит радость, да, то есть вот он входит, и это ощущение от того, что он рядом, рождает с одной стороны внутреннюю тишину и спокойствие. Потому что вот мне так кажется, что радости еще и нет потому, что есть постоянное, такой антипод этого состояния, да, есть состояние тревожности. Но постоянно же переживаем за будущее. А каким будет 17-й год? А каким будет завтрашний день? А будет ли у меня завтра работа? А будут ли у меня завтра деньги? А смогу ли я выплачивать кредиты? И вот это вот состояние тревожности, оно как будто нивелируется в тот момент, когда ты ощущаешь себя за спиной Господа Бога, как вот родитель задвигает за свою спину и говорит, «Все, со мной, ничего не бойся, со мной больше тебя ничего не должно волновать. Я все как будто бы решу, я все как будто бы управлю». Ну не как будто бы, а так и есть, да, то есть я решу, то есть как будто бы это потому, что это состояние надо пережить. Господь-то так и говорит, а вот тебе это принять очень важно и нужно. Давайте поговорим еще о святках, потому что есть разные, опять же таки, формы справления святок. И вчера у нас был клуб православной молодежи, и молодежь нам задавала вопросы о гаданиях, о походах ряжеными и прочее. Вот это, на ваш взгляд, к радости имеет? Ну тут вот интересно, да, сплелось и гадания, и походы ряженых. То есть все-таки я бы эти темы разграничивал, потому что если говорить о гадании, то это явно языческий пережиток, явно вообще языческое мироощущение. Опять-таки ощущение, рождающееся из-за того, что я не полностью Богу что-то доверил, что я доверил ему часть своей души и жизни, а остальное как бы оставил для себя, и вот эта тревожность вынуждает меня узнать, а что будет дальше. Сейчас, кстати, очень популярное обращение к экстрасенсам, гадалкам и так далее, но это все следствие маловерия. Это все следствие того, что человек не может, вот как вы говорите, сказать, Богу, встань передо мной, защити меня, я слабый, я не знаю, я боюсь. В чем-то вот, наверное, так Господь хочет, чтобы мы были как дети. Потому что ребенок, столкнувшись с проблемой, ищет защиты у папы, а не горделиво отодвигает, как всех. Конечно, он и так может попробовать, но у него ничего не получится. И вот это обращение к гаданию, обращение к чему-то, кому-то, кто откроет себе будущее, в чем-то тоже попытка снять эту тревожность, но без Бога. Ну, батюшка, вы сейчас рисуете вот именно гадание, то, которое мы с вами видим на известном канале в известной передаче, да? Я не смотрю, к сожалению. Ну, я тоже не смотрю, но я не знаю, да, про всякие там битвы и прочее. Нет, ну, в чем-то это тоже... А вот... Святочные гадания в чем-то они тоже, ну, вот оттуда же растут. А вот, скажем, ряженые, да, которые ходили, как-то тоже веселились в чем-то, да, вот. Вот. А в чем-то это, наверное, русский Хэллоуин такой. То есть вот, когда у людей рождается ощущение, что вот сейчас эта ночь, ну, и вообще наступают дни, когда Бог рождается, и темные силы трепещут и уходят, и поэтому я безнаказанно могу, как бы, их пародировать. Вот. В чем-то, конечно, это церковью осуждалось, и в чем-то справедливо осуждалось, но какой-то мне видится здесь элемент, вот, ну, спускания пара, что ли, когда, вот, ну, какой-то элемент дурашливости, элемент абсурда, элемент... Ну, карнавала. Элемент карнавала входил в жизнь людей, и они могли, ну, как-то вот... Потому что, вот опять-таки, возвращаемся к теме духовности, по сути, потому что, как писал митрополит Антоний Сурожский, он выделял две духовности, отрицательную и положительную, и отрицательная, которая говорит, что все во мне грех, и все это надо отсечь, и свою волю, и свои желания, и свои страсти, и умереть для мира. Вот. И есть и такой путь, но есть и путь положительной духовности, когда ты ищешь в своей душе какие-то остатки образа Божия, и к ним постепенно, ну, заботишься о них, прикладываешь к ним какие-то старания, усердия, чтобы это сохранить, как мы храним иконы в Эрмитаже, там, и так далее. Чтобы это осталось, что это улучшить как-то, очистить по возможности это полотно. Чтобы образ Божий засиял. И вот в этом плане, ну, если подходить с отсечения вопроса, то да, это, может быть, было только негативные какие-то, можно увидеть. Но вот если подходить к вопросу о том, что мало радости, и в народе мало радости, и в православных христианах, что вообще парадоксально, мало радости, то, может быть, вот своего рода для того общества, а может быть и для нашего, это было бы неким клапаном, таким спусканием, вот, излишнего давления, когда человек нормализовал свой психический внутренний мир, ну, вот таким образом, экстравагантно. Наша передача подходит к концу. Для наших телезрителей поясним, что мы не выступаем апологетами ходить ряжеными. Вот. Я напомню, что в книге отца Сергия Булгакова «Настольная книга», собственно говоря, есть прямое указание именно для тех, кто ходили ряжеными, купаться в крещенской воде для того, чтобы смыть вот эту вот личину с себя. Мы попытались несколько просто объяснить, откуда корни и откуда ноги, что называется, растут, то есть по какой причине ходили, собственно говоря, ряжеными. Но часто и это без сохранения некой вот середины золотой превращалось в угар. И вот именно против такого угара выступала церковь. На сегодня мы прощаемся. Вам, дорогие наши телезрители, мы желаем в первую очередь пережить эту тихую вифлеемскую радость. Радость родом из Иерусалима, евангельскую радость. Эта радость действительно такое состояние именно границы. Вот. Границы золотой середины, чтобы не впасть и в уныние, но и в то же время не впасть в какую-то слишком эйфорическую, какую-то угарную, угарное веселье. Вот. Радость — это то, что внутри, радость — это то, что укрепляет, радость — это то, что дает силы жить. Вам мы желаем именно такой радости и помнить, что с нами Бог. Храни вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...